Продолжение следует... Я в том числе 40 лет занимаюсь профессиональными проблемами экологии. И одна из тем, которые мы рассматриваем в нашем движении, это обращение с твердыми коммунальными отходами. Не так давно мы подготовили вот такой доклад, несколько экземпляров я могу сейчас предоставить тем, кто будет заинтересован. Кроме того, мы разработали вот такой лифлет для жителей Соснового Бора, который позволяет с нашей точки зрения вырабатывать новое мировоззрение в отношении к отходам, а также обучает, как заниматься раздельным сбором отходов для того, чтобы их сдавать и перерабатывать. И ряд других рекомендаций, которые, с нашей точки зрения, позволяют системно взглянуть на эту проблему. Насколько она актуальна? Вот по нашим подсчетам, если все коммунальные отходы, которые вырабатываются в Сосновом Бору, сложить в кубик со страной один метр и выложить их друг за другом, получится такая линия от границы Петербурга до границы с Эстонией. То есть практически вся береговая линия будет занята. Есть решения, которые, с нашей точки зрения, позволяют, как такая главная цель, сделать город без отходов. И это не абстракция, есть опыт конкретный, который говорит, что это возможно. Мы, кроме вот этих двух материалов, подготовили видеоролики, которые мы рассматриваем как социальная реклама, которая позволяет жителям быть не просто наблюдателем или персонами, которые платят за обращение с отходами, но которая может активно влиять на производимые имени отходы и на объем этих отходов, и минимизировать воздействие на среду обитания. Мы занимались изучением этой проблемы не только в России, но и в ряде соседних стран. И, с нашей точки зрения, ключевым является для решения этой проблемы формирование новой культуры потребления и обращения с ненужными какими-то вещами, материалами и производимыми отходами. При этом ключевым способом решения этой проблемы может стать такой способ, при котором каждый житель способен влиять на эти производимые отходы, на объем их отходов. И, как мне кажется, не может быть какого-то универсального решения, которое может быть сегодня принято на заседании комиссии, которое мигом решит все проблемы. Как мне кажется, было бы важно создать рабочую группу, в которую вошли бы все заинтересованные стороны. Я имею в виду представители депутатского корпуса администрации, наверное, отдел по охране природы и окружающей среды, представители общественности. В Сосновом Бару уже в течение пяти лет работает группа, которая называется «Раздельный сбор отходов» и успешно уменьшает количество этих отходов и формирует новые подходы к решению этой проблемы. Мне кажется, что такая рабочая группа могла бы выработать конкретные предложения в адрес муниципалитета. И эти предложения должны включать не только выработку каких-то правовых норм, я не буду сейчас на них конкретно останавливаться. Но и другие решения, мне кажется, должны быть специальная работа по выработке социальной рекламы. Мы готовы этим участвовать. И в состав группы, как мне представляется, должны войти представители также бизнеса среднего и малого, которые занимаются переработкой этих отходов. В принципе, в состав такой рабочей группы мы готовы предоставить конкретных персон, если это будет поддержано. Ну и еще один момент. Я предварительно договорился с моими партнерами, коллегами, которые готовы организовать такой круглый стол с помощью Zoom в муниципалитетах, которые уже сегодня собирают до 20 различных фракций отходов, их перерабатывают. При этом речь идет о конкретном муниципальном образовании. Поэтому, вот если это будет поддержано, мы готовы внести свой практический вклад в решение этой проблемы. На мой взгляд, скажем, к 30-му году можно сделать Сосновым убор городом без отходов, с ноль отходов. Это вполне реально. Спасибо. Спасибо. Интересная идея. Если есть вопросы, готов ответить. Да, ну по сути обращения, вы обращались там лично в мой адрес. Да, да, да. И сейчас будем донесаться. Спасибо. У вас стоит вот пять вопросов. Мы сейчас рассматриваем ваше вот это обращение. Ну хорошо, да. Я просто не стал повторяться. Ну да, да, это все правильно. Я могу, кто заинтересован, передать вот эти материалы. Я их здесь оставлю, вы потом возьмете. Тут внутри, кроме буклета, есть еще и вот такой лифлет, который в сжатой форме это все преподносит. Спасибо. Спасибо. Будут у кого-нибудь вопросы? Не то чтобы вопросы, но вот я с удовольствием возьму ваш материал, посмотрю. Там контакты есть ваши? Да, конечно. У нас есть офис. Если есть интерес, вы можете прийти, это бизнес-центр «Планета», рядом с пятерочкой, на втором этаже 202-й офис. Мы можем более глубоко и подробно проработать этот вопрос. Атоний Александрович, может, ты добавишь, что мы занимаемся этой задачей, этой темой, да? Ну вот я и хотел бы сначала все-таки посмотреть, что коллеги предлагают, а потом уже обсудить. Можно я вот прочитал обращение, очень интересное и актуальное. Просто здесь вот конкретное предложение, которое, мне кажется, я к администрации бы хотел сразу обратиться. Касательно того, что на базе спецавтотранса мы могли бы установить раздельный сбор мусора. Я не знаю, в какой форме правовое это сделать, но в рамках того, что у нас на территории города будут какие-то площадки, где люди смогут приходить и сдавать стекло, различный мусор раздельный. И за это была бы компенсация, но либо от регионального оператора, либо из местного бюджета. То есть, тем образом, мы будем не просто говорить о том, что вот вы придете за идею, но и стимулирует. Потому что, условно говоря, сейчас тариф на мусор вырос, ну, еще в прошлом году, почти в полтора раза. И, ну, ко мне вот, например, бабушки подходят и говорят, ну, мы это чувствуем, да, вот эти там, эти деньги, там, 100-200 рублей. Соответственно, они будут вот крайне заинтересованы, чтобы раздельно собирать мусор, да и многие люди, в принципе, к этому будут материально стимулированы, чтобы они потом на эти же деньги могли купить, не знаю, продукты, еще что-то. То есть, как можем ли мы на базе спецавтотранса сделать, первый вопрос. Второй вопрос, можем ли мы договориться с региональным оператором, чтобы была какая-то компенсация, потому что если мы делаем раздельный сбор, значит, ну, мы не складируем у них, да, или компенсацию предусмотреть и с местного бюджета. Вот, как бы, это важный вопрос, потому что если мы этого не сделаем, ну, можно по-разному говорить, да, вот у нас сейчас есть вот этот, там, где мы шины складируем, правильно? То есть, ну, это как бодельно, да? Я сейчас отвечу на ваши вопросы. Вот у меня три конкретных вопроса, потому что здесь вот предлагается в обращении конкретные действия. Я бы хотел услышать. Значит, первое, по поводу того, чтобы на базе спецавтотранса это сделать. Вот, вы уже прочитали мысль прям по поводу шин, мы провели огромнейшую работу, сделали такое место, и, ну, дай бог не соврать, если, наверное, раз в шесть я уже выступал, только я лично, да, отбил язык, что дорогие друзья, есть место, привезите. Вот не всегда, получается, достучаться, да, чтобы шины привезли именно туда. Второй момент. Я думаю, не все горожане повезут отсортированный мусор в спецавтотранс. То есть речь идет о том, вот мы уже озвучивали, что будем участвовать в пилотном проекте, что будут стоять контейнеры, по-моему, на две фракции будет разделение, да, для начала, чтобы посмотреть и попытаться привить культуру вот эту. Когда привьется культура разделения на две фракции, да, там уже будет дело техники, чтобы добавлять какие-то вот такие фракционные сортировки. Второй момент по поводу компенсации. Это идея хорошая, хорошая идея. Вопрос только в том, что, а кто за это будет платить. Ведь компенсация, она может быть реализована разными способами. Наверное, как-то финансово не получится. Может быть здесь как раз-таки подключить бизнес какой-то, чтобы при сдаче отсортированного мусора человек получал, я не знаю, какой-то смайлик, купон, где-то какая-то скидка, чтобы вот таким образом заинтересовать. А как в Европе, там, положив пластиковую бутылку в автомат и получив за это 2 евро, ну, я условно говорю, да, это вопрос, а за чей счет? Ну, вот я говорю, либо оригинальный оператор, который у нас вывозит этот мусор, и он вывозит, то есть он будет меньше вывозить мусора таким образом, или из местного бюджета, почему нет. Вот, смотрите. Я не думаю, что это будут очень большие деньги, если мы пару установим контейнеров. Тем более, если он будет переработан, муниципалитет же может тоже... Смотрите, вот я еще раз повторяю, я с удовольствием прочитаю, чтобы понять, да, фактуру, а потом перейдем к нюансам. Да, я просто хочу добавить, что на самом деле вот то, о чем говорил депутат, уважаемый, уже есть механизмы отработанные в других муниципалитетах, и там, на мой взгляд, нужно этот опыт рассмотреть и проанализировать возможность адаптации его для наших услуг. Кроме того, конечно, нужны правовые акты какие-то на муниципальном и, конечно, региональном уровне. Нужен закон о раздельном сборе и переработке отходов Ленинградской области. Такого закона сейчас нет. Но я хочу сказать, я был у компании Эколенд, которая перерабатывает и сортирует эти отходы. На вопрос, какие у вас отношения к общественности, которая занимается раздельным сбором отходов, ответ был, они наши враги, потому что они отнимают тот доход, ломают тот бизнес, под который они заточены. Конечно, решение этой проблемы отходов, это не должно быть просто бизнесом. Это должно быть в такой форме, при которой каждый способен влиять на количество денег, которые он должен платить за отходы. Вот один из вариантов компенсации, не будем в детали вдаваться, но это существует опыт, который сформировался через какие-то ошибки. И я готов организовать такой круглый стол, дискуссию, в котором участвовали бы представители муниципалитета, которые прошли этот путь. То есть создание рабочей группы с участием всех заинтересованных сторон и второе, организация для этой рабочей группы, для заинтересованных депутатов, вот такого круглого стола с участием муниципалитета, прошедшего такой путь. Спасибо, от слова Сергея Сергея Сергеевна. Можно? Да. Ну, первое, на самом деле, Сосновом Бору, начиная с 2014 года, один раз в неделю, раньше это был, первая суббота сейчас, вторая суббота месяца проводятся такие акции. Меня удивляет, как волонтеры-добровольцы не устают уже почти шестой год этим заниматься. Поэтому просветились уже достаточно много жителей Соснового Бора, но я думаю, еще опосредованно готовы люди, которые в такой культуре жизни, гораздо больше. Но у них все-таки есть одно «но», они все говорят, вы нам все-таки условия создайте, потому что то, что вот эти просвещенческие акции, которые около РТШ мы проводим, ну, не все туда идут, далековато. Хотя удивительно, очень много людей приезжают на своих машинах, терпят и копят это все в своих квартирах и на балконах. Я бы поддержал все эти предложения о создании рабочей группы. У нас появятся механизмы, площадки для обсуждения всех проблем, и позитивных, и негативных, чтобы мы каждый раз не обсуждали их на больших форумах. Таким образом, мы бы выработали все-таки конкретное предложение, свою позицию в программу Ленинградской области. Олег правильно говорит, ее надо дорабатывать, потому что раздельный сбор не является функцией регионального, а стало быть и местного оператора. Они этим заниматься не хотят и не будут. Даже на последнем заседании правительства губернатор ответил, сказал, что когда вы уже этим начнете, не буду этим заниматься. Опыт наш показывает, что есть другие перевозчики, которые согласны увозить и перерабатывать этот мусор на соответствующих производственных мощностях, получая полезные продукты. Я не очень большой сторонник, понимая уровень культуры всех наших жителей, вот этих локальных мест или локальных, назовем их, контейнеров, площадок. Тоже надо к этому привыкнуть. Кто там будет, как будет складировать, кто это будет перевозить и куда перевозить, это такой отдельный большой организационный вопрос. Мне больше присядет все-таки вот это решение, которое мы приняли о том, что при поддержке Эртейла, при поддержке Торгово-промышленной палаты Ленинградской области, а мы, кстати, два стола уже проводили на этой площадке, мы поставим павильон приема такой, как это делала Мега-Икея, когда все добровольно люди, которые хотят этим заниматься, могут принести и сдать раздельно на этот приемный пункт свои бытовые, или сейчас их называют коммунальные отходы. Это централизованно, это легче перегрузить, это легче увезти, но если к этому добавятся контейнеры, там не только две фракции планировать, а у нас-то они фактически 10. Это все разные вещи, поэтому называть два дополнительных контейнера раздельным сбором, ну, я бы как бы так, поостеревался. Вот, я бы сказал, что начать надо, на самом деле, с рабочей группы, а там дело пойдет, потому что наработки уже есть. Ну, это будет более-менее какой-то конструктивный подход, понятный всем людям. Спасибо. Уважаемые коллеги, я вот тоже посмотрел внимательно эти пункты, конечно, здесь эти пункты вообще полностью охватывают, вот на мой взгляд, все аспекты решения проблемы обращения с бытовыми отходами. Но, вместе с тем, вот, я бы хотел, чтобы посмотрело не только профильный отдел ЖКХ, а посмотрели юристы внимательно, потому что, вот порядка тут 20 предложений, так где-то, 15-20 предложений, не всех возможно реализовать на местном уровне. Часть даже невозможно реализовать и на федеральном уровне, но, например, вот такой пункт, это просто вот то, что бросил из глаза. Разработка требований о запрете использования упаковок, которые не перерабатываются, их заменены на многоразовые. Извините, мы вот с Советом депутатов не можем принять никакого нормативного права в акте, который обяжет торговые сети использовать те или иные виды упаковок. Это должно решаться, наверное, с учетом санитарных требований, но минимум на федеральном уровне. Поэтому, мне кажется, вот идея эта правильная, что вопросы эти надо решать, безусловно, тем более они постоянно возникают на профильных депутатских комиссиях среди населения, но надо вот этот перечень посмотреть и выделить из этого перечня, вот четко разграничить то, что юридическому отделу совместно с профильным комитетом, то, что наши компетенции, то, что мы можем спокойно сделать, и то, что должно решаться на федеральном и на областном уровне. Тогда можно создавать рабочую группу и четко понимать, что мы будем делать. Потому что, если мы сейчас сядем, не понимая вообще, кто должен решать эти вопросы рабочей группы, мы так, я думаю, мы вряд ли далеко двинемся. Хорошо, спасибо. Продолжение, предложение Василий Васильевич, спасибо. Саживайтесь. Вы переходите к решению. Какие предложения будут у вас, Владимир? Продолжение, то, что учительный наслаждает, что я сказал, допустим, с параметчиком, так и юридически, тоже посмотреть там все. Ну, любому случаю, мы эти предложения, которые у нас посвящали здесь, направить для формации и для, тоже, например, проработки с целью принятия в рамках полномочий. Да, в профильный комитет администрации и в юридический отдел администрации. В юридическом комитете и в администрации. Продолжение следует. Я предлагаю, то есть, помимо того, что мы направляем, получается, на следующую комиссию, мы заслушиваем администрацию по предложению. На следующую комиссию у нас в месяц. То же самое будет обсуждаться. Поработается, соответственно, потом мы понимаем. Нет, ну вот я и предлагаю, что... Юристы же, они как художники, понимаете? Ну, художники не подошли, у нас комиссия раз там в месяц, два, что-то. Я думаю, что там вопрос. Фактически вы, как бы, в один вопрос включили два. Первое, необходимость создания рабочей группы, о чем вы плачете говорили. И второе, ограничение деятельности этой рабочей группы, связанное с перечнем вопросов, которые бы она могла рассматривать. Как я понимаю? Ну, пока рабочая группа... Я бы этот перечень вообще сейчас отменил, оставил один вообще пункт о создании рабочей группы по обработке. Точно, я тоже поддерживаю. Мне кажется, важно... Если бы вы обратились и писали, создать рабочую группу, я бы ваше решение это приняла. Ну, так как вы обратились по обращению с пяти вопросами, мы просто обязаны по сути обращения... Отработать под администрацией с точки зрения комбаризма. Поэтому, первое, я как бы за рабочую группу предложить сформировать рабочую группу на базе своего движения. Мы подтянемся, естественно. А первый вопрос, то, чтобы... В общественной палате группа такая уже есть? У нас такой группы именно по обращению с твердыми коммунальными отходами нет. Ну, у вас там другое по экологии есть. Но мы ее можем очень легко организовать, поскольку мы поддержим предложение общественного состава. Ну, сейчас предложение проработать и, соответственно, на контроле оставить, то, что Иван Кирилович предлагает. На контроле, как бы оставить, на следующей комиссии, как бы тоже придется заслуживающую расформацию. Вы начнете формировать на базе своего движения? Да, я хочу сказать, уважаемые депутаты, кто заинтересован, я готов свои координаты оставить. Я предлагаю начать работу, независимо от того, как это будет продвигаться здесь, начать практический процесс подготовки и обсуждения дальнейших шагов, как продвинуть решение проблемы в Сосновом оборудовании. Я думаю, что практически... Так, я вам слово не давала. Можно получить буквально просто завтра. Я думаю, слово вам не давала, Сергей. Мы уже принимаем решение. Да я не пойду. Что еще? В субботу в 12 часов будет очередная просвещенческая акция. Я предлагаю, в том числе, всем депутатам, посмотреть вживую, как это происходит. Мы все в курсе. Все в курсе. Вас поддерживали. Мы без паночки сдаем вам. И предложение все дадут тоже. Имеет правильное, разумное решение. Опять-таки, что мы сейчас решаем, скажите? Вот конкретно сейчас что, Олег Петрович? Я предлагаю создать инструмент для того, чтобы продвигать это. Где это работает на сегодняшний день? Есть муниципалитеты, где это работает сегодня? Ну, я готов организовать круглый стол вместе с... Ну, просто порассуждать? Нет, не порассуждать. Ну, каком... Где в муниципалитете уже есть? Есть передовой опыт сегодня муниципалитета, где можно посмотреть, как пособирают классно. Я не посмотрел. Перевозчики, проработчики, все в одной команде работают. Перевозчики, проработчики, все в одной команде работают. Где мы и есть в нашей Великой России? Законодательство, но это не в России. Еще раз зачитываю. Это решение из двух пунктов. Принять информацию к сведениям. Первое. Второе. Направить обращение по предложению Владимира Владиславовича для информации и проработки в рамках полномочий администрация. А я вижу всего три вопроса в рамках полномочий. Остальное вы предлагаете только общественности. То есть это один, два и пятый вопрос. Первый, второй и пятый вопрос это в рамках полномочий администрации. Вот они проработают юридически профильное дело. На следующей комиссии давайте. И третье. Оставить вопрос на контроле. Кто за это предложение? А, нет. А второе я уже озвучила. Предложить формировать рабочую группу на базе движения Общественного совета Южный берег Финского залива. Пока я на базе комиссии это не буду организовывать и не будем организовывать, потому что нет проработки. Ольга Владимировна, так вот. Мы же должны собраться. Вот у нас администрация. Да, я понимаю. На следующий получается, если мы оставляем на контроле, и чтобы администрация в следующий раз выступила по всем пунктам. И тогда уже мы сможем понять. Оставить вопрос на контроле. Конечно. Я говорю, что пусть проработают, потом еще раз обсудим. Прим решение. Хорошо. Вот как они, может быть, не завтра проработают, а значит завтра уже рабочую группу. Я вот скину все. Он на базе своего движения, он сразу же по электронной почке напишет. Все, я готов принимать в рабочую группу депутатов Апостолевского, Садовского и так далее. Правильно я говорю? Любых депутатов. Любых, любых, да, конечно. А вы, кстати, извините, вы вместе работаете? Или у вас свое, а здесь свое? Мы разные организации. А суть одна, да? А? Суть одна, задача одна. Ну, как всегда. Суть одна. А у вас как называется общественная организация? Называется автономная некоммерческая организация клуб работников ЛАЭС Энергии. По сбору и разделению мусора. Нет у нас такого. Мы поддерживаем общественное движение Ленинградской области. Называется оно раздельный сбор. Соответственно, Антон Александрович, скромно промолчал, да? Антон Александрович, вроде как в Сосновый гор входит пилотный проект, потому что на сегодняшний день предложил губернатор организовать на по отдельным муниципальным, взятые отдельно муниципальные образования, да? Да. Вот эту тему. Надо еще разговаривать. Четыре пункта у нас в этом решении. Кто за данное предложение? Члены комиссии голосуют. Кто за? Кто за данное предложение? Кто за данное предложение? Кто за данное предложение? Продолжение следует...